А что слушаем в машине? В машине? Едем в машине и что слушаем? Кроме себя, кроме формулы позитива. То над чем работаем, то и слушаем, как правило. Вот все так отвечают, ну что такое? Буйнов так отвечает. Ну нет, это профессиональное, вы знаете, профессиональное. Да, перед тем, вот когда я работал над Кейтским альбомом, я слушал много там флейты, арфы, много этнической народной музыки, чтобы ее понять и вчувствоваться. А теперь я слушал Джангера Энхарта, что-то джаз мануша, есть такое направление. Ну, естественно, всегда это классика, всегда. Потому что без этого не могу, это умиротворяет, всем это уже доказано. Классика, опять же, в хрестоматийном исполнении? Или какой-то Найдл Кеннеди там? Нет, я в хрестоматийном, уже я изменяю. Я делал обработки вокализа Рахманинова симфоническим оркестром и знаю, что во многих городах, мне недавно, в Братск мы снова поедем скоро, и говорят, приезжают музыканты, приезжал даже недавно, Розенбалм Александр, и услышал эту музыку, говорит, ой, идем быстрее в магазин покупать. Услышал в обработке. Многие открывают, я вижу на концертах это, как молодые люди приходят, и они открывают для себя классику, они не знают, что есть такая прекрасная музыка. Так что это заставляет меня трудиться с удвоением усилий. Ну а разве нет коллективов там популярных, которые тоже там на классику отчасти могут подсадить? Вот Мюз, они же там используют какие-то, и цитируют что-то. Да, каждый по-своему, но цитировать для меня это мало. Я хочу обращать внимание на мелодию, и все-таки еще мне, я все-таки гитарист, и хочется доказать, что гитара это универсальный... Не просто гитарист, а золотая гитара России. Ну, я стараюсь об этом никогда не думать, но, в общем, доказывать... Ой, 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 что-то не поверил здесь. Ну, только это обязывает. Это обязывает ко многому, это должен доказывать на каждом концерте. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.